Сегодня мы поговорим про Service Discovery и, собственно говоря, почему это, с моей точки зрения, чуть больше, чем нам обычно кажется. Пару слов обо мне. Меня зовут Александр Тарасов, я работаю инженером в компании Одноклассники, пишу в Twitter, у меня есть open-source проекты на GitHub, пишу статьи на Хабр и веду собственный блог. Почему весь этот доклад, в принципе, родился из одного из моих open-source проектов, когда мне нужно было синтегрировать Spring Cloud и Marathon, который фреймворк для Мезоса. Поэтому, в принципе, я более-менее знаю, о чем буду сегодня говорить. Значит, что сегодня будет? Мы сначала поймем, что у нас появилась новая реальность и в ней есть новые проблемы. Поймем, что такое Service Discovery, с чем его едят и посмотрим, как это все сделано в Spring Cloud. И для того, чтобы, в принципе, понять, в чем именно проблема, нам нужно вернуться немножко назад. И наверняка вы все помните, ну или многие из вас помните времена, когда приложения были монолитными и довольно простыми. Классическая трехзвенка, которую все мы учим в университете. И количества ресурсов там было достаточно мало. То есть были какие-то статистические ресурсы, коннекты к базам данных, их было не так много. И там конфигурация кластера, например, чтобы EGB вызывать. Поэтому все вот так оно и было. То есть хост и порт у нас были, как правило, нам известны. Но самое здесь главное заключается в том, что конфигурация всей нашей системы, она менялась довольно редко. И классическое решение этой проблемы, оно довольно простое. Давайте все настройки внесем в простейшую базу данных или сделаем некий XML конфиг, в котором мы тоже пропишем все наши ресурсы, которые у нас есть. Понятное дело, что на монолитной архитектуре не все могут приложения и проекты быть, поэтому рано или поздно проекты приходят к тому, что начинаются отпочковываться различного рода сервисы. И начинает возникать вопрос межсервисного взаимодействия. То есть между сервисами нужно как-то взаимодействовать, нужно понимать, что конкретно вызвать. Но даже в этом случае, в принципе, мы можем обходиться той же самой статической конфигурацией, поскольку мы ее можем просто-напросто зашаблонизировать с помощью каких-то средств и генерировать ее перед началом запуска всего нашего приложения. Но сейчас мы подходим к тому, что у нас все деплоятся в контейнерах с помощью докера в облаках и так далее. И, в общем, получается так, что мы уже не оперируем какими-то физическими хостами, виртуальными машинами, мы оперируем ресурсами. Мы говорим, что мы хотим столько-то цепу, столько-то памяти, столько-то инстенсов. И нам, в принципе, не важно, где и на каком порту это все дело разворачивается. Поэтому в текущем мире, проскакивает, к сожалению, у нас хост и порт заранее, как правило, неизвестны. И конфигурация меняется постоянно, ну потому что continuous delivery, devops и прочие вещи. И тут возникает вопрос, что в рамках сервиса Discovery мы должны вообще понять, а какой инстенс мы можем вызвать, кто доступен, какую-то дислокацию. Ну вот, чтобы понять, что это простое определение, мы решим простую задачу. Вот нам нужно отобразить пользователю обложки для фотоальбомов. И у нас есть некоторый набор сервисов, чтобы это сделать. Соответственно, это, как понятно, это пять параллельных вызовов. И в идеальном мире у нас было бы как, что мы могли бы обратиться к любому инстенсу любого сервиса, всегда получить правильный ответ, какой не выбирай. В реальной же жизни сервис имеет обыкновение не отвечать, падать, и с ними случаются прочие нехорошие вещи. И представим, что в нашем случае сервис отвечает плохо один раз из ста. Это не настоящие цифры, просто чтобы математика была более простой. Соответственно, у нас было пять параллельных вызовов, простая теория вероятности. В итоге у пользователя уже абсолютно другие цифры. То есть для пользователя вся вот эта обложка для фотографий уже пять раз из ста будет грузиться плохо. Поэтому сервис Discovery должен отвечать не только на этот вопрос, но и на вопрос, какой инстенс лучше подходит для вызова в данный конкретный момент. Потому что это позволяет нам увеличить вероятность успеха вызова одного сервиса, а следовательно повысить вероятность успеха всей нашей компании. Поэтому вопросом, который мы должны задаться, это как мы можем увеличить вероятность успеха этого вызова. Здесь есть простой шаблон, называется он спекулятивный ретрай. Тогда, когда мы делаем два сразу запроса, два разных инстенса одного и того же сервиса, и забираем тот ответ, который пришел первым и положительным. Все остальные ответы мы просто игнорируем. То есть когда-то он там придет и плевать, в принципе, на это. В этом случае опять-таки можно почтать вероятность, и мы увидим, что она возрастает очень быстро. Вместо двух девяток у нас сразу становятся четыре девятки. Поэтому спекулятивный ретрай, он надежен в эксплуатации, но при этом все операции должны быть идемпатентными. Этого не всегда можно достичь. И количество вызовов, которые у нас совершаются в системе, оно становится в два раза больше. Насколько это критично, конкретно для вашего продукта это вопрос. Но даже в этом случае, если мы используем спекулятивный ретрай, мы все равно хотим понимать, какие инстенсы можно было бы вызывать с большей вероятностью успеха. Поэтому у нас есть некий второй фреймворк. Фреймворк заключается в следующем, что изначально мы должны признать в том, что у нас нету, мы не знаем ничего о нашей системе. То есть мы должны как-то это, для нас все инстенсы это серые темные лошадки. Мы должны как-то получить состояние. После того, как мы состояние получаем, мы можем отфильтровать, заведомо плохие инстенсы. Либо по более каким-то сложным правилам, например, отсея те, которые в других дата-центрах находятся. И даже в этом случае, если у нас остается на выбор больше одного, мы должны понять по какому-то правилу его выбрать. И после этого мы выбираем кандидата и его вызываем. Все хорошо. Поэтому вся эта воронка продаж, то есть инстенсы попадаются в эту воронку продаж и пытаются себя продать. Она заключается в том, чтобы повысить вероятность успеха нашего конечного вызова. Относительно того, что мы не знаем в самом начале. И поэтому первый вопрос вообще, как их хранить, как это все дело доставать и узнавать. Ну, можно использовать базу данных, property файлы, но это все нам не совсем подходит, поскольку есть специализированные решения, такие как Netflix, Avrica, Consul, TCD или старый добрый ZooKeeper. Все эти решения относятся к классу реестра сервисов или service registry. Значит, задача реестра сервиса заключается в следующем. Он должен уметь как-то делать так, чтобы наши сервисы в него регистрировались. Он проверяет на некоторый health check, значит, что наши сервисы живы в настоящий момент. Либо сервисы могут сообщать ему сами. Об этом с помощью heartbeat. В случае, если сервисом становится что-то не очень хорошо, то мы должны пометить его как неживым и его больше не отдавать, потому что он потенциально не ответит на наш запрос. В каких-то случаях мы его можем даже разрегистрировать, чтобы передеплоить его заново. И как-то сервисы должны сообщать о том, что, соответственно, он хочет разрегистрироваться. Все решения перечислены, они поддерживают все это дело. Как правило, они строятся на базе лидера election системы, когда есть один лидер, несколько мастеров, и все это работает по кворумной системе, в которой реализованы, как правило, дистрибутивные локи. Все это горизонтально масштабируется, как правило, через либо клиентов, либо агентов, либо слоевов. В разных решениях разная своя терминология. Но здесь можно пойти дальше и вообще спросить, ведь мы все это деплоим через оркестратор какой-то, скорее всего, в какой-нибудь Mezos, Marathon, Kubernetes или в какое-то собственное решение. И кажется, что мы уже и так имеем всю эту информацию, поскольку мы туда уже все задеплоили. То есть у нас есть API, с помощью которого мы можем все это дело получить. И тогда возникает вопрос, что в принципе это может быть в качестве реестра сервисов мы можем все это дело использовать, в том числе. То есть это не обязательно какое-то специализированное решение должно быть. Можно взять уже какой-то готовый небольшой такой паз. Spring Cloud имеет отношение здесь к тому, что это просто фреймворк для разработки распределенных систем. В нем реализуются основные паттерны распределенных систем, и он имеет коннекторы, готовые к различным существующим на рынке решениям. И нас интересует паттерн, который называется client-side service discovery, то есть клиентский сервис discovery. Он отличается тем, что внутри нашего кода, внутри нашего сервиса есть некоторый HTTP клиент, который сам ходит в реестр сервисов за информацией и сам же балансирует запросы между инстансами. Как и все в Spring, все решается одной простой аннотацией. Мы вешаем аннотацию enable discovery client, и у нас начинает все это дело магически работать. После этого нам нужно заинжектить BIN, который реализует интерфейс discovery client, и говорят, что это рекомендуемый интерфейс. Почему так говорят? Потому что есть такая книжка у Джоша Лонган, у нас сейчас в Япе, называется Cloud Native Java, и он говорит, что данная абстракция достаточная для того, чтобы у вас все заработало. Значит, посмотрим этот самый интерфейс. У него уже есть деприкейтед метод, который возвращает сам себя. У него есть метод, который возвращает все инстансы сервиса по некоторому идентификатору, и у него есть метод, который возвращает все идентификаторы сервисов, которые у нас зарегистрированы в системе. Странно, что метод называется getServicesIDs. Не знаю почему. Ну, окей. После этого мы все это заавтоварили, можем взять и получить список, например, сервисов. Здорово. Но проблема заключается в том, что Spring Cloud неоднороден. То есть у него есть некоторая core часть, где базовые какие-то имплементации, есть интерфейс и так далее. Есть коннекторы к Эврике, к консулу, к марафону и так далее. И большая реализация заключается в том, что у нас разная конфигурация подключения к разным реестрам сервисов, потому что они просто по-разному сделаны, и у этих решений, как правило, есть еще и специфические фичи, которые друг с другом очень плохо матчатся. Например, вот в марафоне сделано так, чтобы мы должны указать список всех мастеров марафона, к которым мы хотим обращаться, поскольку если один из них там умрет, то мы должны как минимум кому-то другому сходить за этой информацией. В консуле, например, как правило, мы прописываем просто localhost, поскольку консул имеет агент на каждом сервере, где рануются ваши сервисы. То есть в нем можно не указывать множество endpoints для подключения. В то же время есть разница и в авторизации. То есть кто-то поддерживает basic авторизацию, есть поддержка у кого-то токен авторизации, у кого-то есть еще какие-то авторизации относительно того, как эти решения сделаны. Более того, еще есть боль в маппинге. Например, в марафоне application имеет вот такой маппинг. То есть группа, какое-то паз до нее и application. Но в Spring Cloud наш сервис ID мы можем представить не через слэш, а через точку. И связано это с тем, что вот это именование идентификатора в марафоне не является валидным хостнеймом. Мы не можем его использовать в качестве virtual хостнейма для того, чтобы проводить балансировку. Ну просто такой стандарт HTTP. Поэтому мы вынуждены конвертить все это дело. Значит, имплементация, как правило, все это дело достаточно простая. Вот, например, для марафона, получение списков инстансов. То есть мы берем, получаем список всех, и опять-таки тут нам надо переложить модель из конкретного решения в модель Spring Up, потому что в марафоне это задачи. То есть не инстансы сервисов, которые курятся, а задачи. То есть мы должны получить список всех задач, сконвертировать ID-шники перед этим, потом проверить все на health-чеки и в конечном счете замапить все это дело на классы уже Spring. Прописать, где там хост, где порт, у этого инстанса. Ну и в конце концов все это сколлектить и отдать наружу. Ну и потом мы, соответственно, можем взять и получить список всех инстансов. В принципе, тоже все довольно просто и тривиально, которые у нас есть в системе. Однако, правда, Discovery Client заключается в том, что он не используется для клиентской балансировки. То есть для самой важной части он фактически не используется. Он участвует в формировании гиперссылок, в health-чеке, в endpoint для получения в Edge сервере, но не в клиентской балансировке. А клиентская балансировка основа делается с помощью других классов и других интерфейсов. Делана через Load Balancer, который основан на Netflix Ribbon. И вообще, строго говоря, Netflix Ribbon может использоваться вообще вне стека Spring Cloud. И в общем случае даже не нуждается в каком-то реестре сервисов для своей работы. Мы не зря рассматривали этот фреймворк, поскольку Netflix Ribbon работает именно по нему. То есть для начала в самом есть некоторая сущность, которая называется Server List. И здесь нужно сказать, чтобы дальше вы не путались, что здесь именование в Ribbonе Server, это не сервер, это инстанс сервиса. Вот. Здесь есть проблемы с некоторой терминологией. В этом плане. Но вы должны понимать, что когда в Ribbonе мы говорим сервер, это на самом деле инстанс сервис. Мы можем просто его сконфигурировать, указав ему, какие хосты мы хотим, соответственно, где есть вообще наш некоторый сервис с помощью списка. После этого мы можем использовать идентификатор сервиса как виртуальный хостнейм. И этот виртуальный хостнейм будет заменяться автоматически на какой-то из двух приведенных ранее. То есть либо на хост, либо на another хост. Discovery-based в принципе все то же самое. Давайте посмотрим. То есть мы используем уже реестр сервисов для того, чтобы получать информацию. Тоже на примере марафона мы получаем те же самые задачи. Мы их точно так же фильтруем для хелс-чеков. Мы точно так же их маппим. Правда, теперь уже данный класс, который называется марафон-сервер, поскольку он несовместим с сервис-инстенс, который мы рассматривали ранее. И возникает вопрос, а вообще в чем разница между ribbon-сервером и сервер-инстенсом? Ну, фактически, на самом деле, ничем. Если вы посмотрите код, как это везде реализовано, то, как правило, там практически сплошной копипаст. Плюс-минус. Там маппинг только отличается. Во что в конечном итоге нужно замаппить результаты. Иногда, правда, есть какие-то дополнительные расширенные фичи. Ну, например, для марафона есть возможность прописать какие-то фильтрации по лейблам и отсеивать, например, сервисы, которые не удовлетворяют какой-то версии или находятся в каком-то определенном environment. Окей, значит, мы получили список всех сервисов, и теперь нам нужно понять, а вообще жив ли мой сервис. И вообще понять, что значит жив. И как нам проверить живучесть нашего сервиса. Мы приходим к этой части нашего фреймворка. Здесь нужно понимать, что мы берем информацию. В момент времени Т мы еще ничего не знаем о нашей системе, о диспозиции, что у нас происходит. В момент времени Т мы получаем список инстансов сервисов, сервер лист. После этого мы каким-то образом принимаем решение, куда мы делаем наш вызов. И в момент времени Т1 мы делаем вызов, и у нас ошибка. И это правда так происходит, поскольку есть некоторый промежуток времени, фетчинг, во время которого ситуация внутри нашей системы может меняться, но мы об этом еще не знаем. И люди подумали, а давайте-ка мы, ну как можно, чтобы не фетчить каждый раз, как мы можем решить проблему. Давайте мы будем пинговать. Логичное же решение. Вот, значит, пинг происходит довольно просто. То есть это есть load balancer, у него есть в бэкграунде некоторый класс, который называется pinger, который в бэкграунд трейде чекает наши сервисы по некоторой стратегии. То есть он их пингует. И каждый раз, он для каждого инстенса, он спрашивает, а жив ли ты? Значит, по умолчанию используется так называемая serial ping strategy, которая фактически представляет себя просто последовательную стратегию. То есть что значит последовательная стратегия? Мы берем всех кандидатов и ретерируемся по этому списку кандидатов, смотрим, что жив кандидат наш или нет, и возвращаем результаты. Проблема здесь в том, что если вы когда-нибудь реализовывали пинги и вообще на этом пытались каким-то образом проверять, жив ли там сервис или еще что-либо, то вопрос в том, что если у нас количество кандидатов большое, а пинг где-то у нас задерживается слишком долгий. То есть мы опять-таки начинаем отставать от информации, нам нужно это как-то проверять и тому подобные вещи делать. Поэтому если посмотреть реализацию во всех библиотеках, во всех расширениях для Spring Cloud, то на самом деле там нет реальных пингов. Там просто берется та же самая информация, которая ранее к нам пришла из реестра сервисов. Фактически формально, по крайней мере, пинги не работают. Однако между этим вы можете законфигурировать все сами. Как бы Spring всегда дает возможность самим все разрулить. И есть класс, который называется Ping URL, который делает реальные пинги. То есть это честная имплементация. Но вот готовых ее использований я не видел. Можно попробовать какую-то хитрую стратегию написать. Может быть она будет работать. Поэтому если хочется чаще обновлять, скажем так, быть более в актуальном виде, то нужно найти просто баланс. Между тем, сколько раз мы запрашиваем наш рейсер сервисов и сколько времени мы готовы быть в состоянии, когда мы что-то не знаем о нашей системе. Поэтому, да, то есть проверять живучесть нашего сервиса, проверять на уровне приложения достаточно дорого, и не всегда это работает корректно. И поэтому мы чаще всего доверяем тому, что приходит из реестра сервисов. Дальше следующая наша задача – это отсеять плохие инстансы. То есть мы переходим на территорию фильтров. Вообще фильтры могут использоваться цепочкой. То есть один фильтр может вызывать другой фильтр. Или набор других фильтров. Каких-то ограничений здесь нет. Зачем нужно вообще фильтраться? Ну вот представим себе, у нас есть две зоны. Если вам не нравится слово зона, вы можете заменить слово зона на дата-центр. В этом случае как бы более понятно становится, что дата-центр, мы понимаем, что есть дата-центр, условно говоря, зона 1, есть у нас, условно говоря, зона 2. И далее у нас вот здесь простая ситуация. Все инстансы сервиса у нас живы, до одного и того же. И поэтому логично предположить то, что мы хотим делать запросы внутри нашей домашней зоны. Такие вызовы, они дешевые по понятным причинам. В то же самое время мы понимаем, что вызовы в другую зону, они дорогие. Поэтому инстансы из другой зоны по-хорошему нам надо отфильтровывать. Чтобы они не участвовали, скажем так, в нашем рассмотрении. Если с нашей зоной все хорошо. Однако ситуация начинает меняться тогда, когда в нашей зоне вдруг становится что-то плохо. В этом случае наш вызов, несмотря на то, что он дешевый по умолчанию, он может быть непредсказуемым. То есть мы теряем вероятность успеха вызова. И в этом случае мы можем принять решение о том, что, а может быть нам стоит все-таки сходить в другую зону, потому что она вся зеленая, эта зона, и соответственно в ней больше вероятности успеха вызова нашего сервиса. Несмотря на то, что данный запрос, он безусловно будет дороже стоить при нормальной ситуации. Поэтому есть так называемый зон аффинити фильтр, который использует статистику, вызовав, так как мы сами же и вызываем на клиенте, то мы собираем статистику и формируют некоторый снапшот зоны. Как это работает? Вот у нас есть instance, и для него на всех этих этапах собирается статистика. От начала его жизни до конца. Какая это вообще статистика? И эта вся статистика попадает в итоге в этот снапшот. Что там есть? Есть интересные вещи. Например, там есть количество активных соединений к текущему instance. То есть сколько активных соединений в настоящий момент. Там есть количество активных вообще в принципе серверов. То есть количество вообще активных instance, которые сейчас вообще есть. И есть количество instance, которые, так скажем, попали в ловушку circuit breaker. То есть для тех, у кого в паттерне circuit breaker состояние open. То есть те, которые сервис, instance у нас перегружены с их собственной точкой зрения. Отключается этот фильтр просто. То есть есть некоторые настройки, которые вы можете управлять. Их можно как делать общими для всего приложения, так и для какого-то конкретного сервиса. Здесь, например, есть, скажем, максимальная загрузка на один instance. Или максимальное количество instance, которые ушли в blackout. Или минимальное количество instance, которые должны находиться внутри нашей зоны. Чтобы мы считали, что эта зона хорошая. И в случае, если мы считаем, то есть если у нас все это проходит, и мы считаем, что наша зона хорошая, то есть мы вписываемся во все эти рамки, мы исключаем все instances из других зон. Мы говорим, что все, наша зона отличная, мы в ней будем делать вызовы. Все остальные зоны нас не интересуют. Если же у нас хотя бы один из этих… И в этом случае, да, наш вызов получается как раз таки дешевым. Но в случае, если у нас какой-то параметр, мы не вписались, то в этом случае мы должны уже принять решение о том, что мы не фильтруем эти instances из других зон, и они потенциально принимают участие в дальнейших выборах. То есть они потенциально остаются в списке кандидатов. И в этом случае наш запрос может как уйти в нашу домашнюю зону, так и в зону соседней. По умолчанию, правда, используется не зона affinity filter, а zone preference filter. Zone preference filter говорит следующее, что если у вас вообще указаны зоны, и вы их используете, то есть если они не используете, то он просто проигнорирует все, что есть. Но если вы их используете, то он попытается, он профильтрует все instances на то, что они находятся внутри домашней зоны, и если есть хотя бы один instance, он его возьмет. То есть при наличии хотя бы одного живого instance в зоне, он все равно возьмет его, несмотря на результаты того, что сделано в зону affinity filter. Поэтому в целом цепочка фильтров, она нам помогает увеличить шансы на корректное исполнение запроса и на дешевое исполнение запроса. И в то же время она отсеивает заранее плохие и дорогие instances, для того, чтобы их не вызывать. И в конце концов мы приходим к тому, что у нас есть некоторая последняя миля в виде правила выбора. То есть даже у нас после фильтрации может остаться несколько instances, и мы должны принять решение, какое из них вызвать. Вот как в данном случае их два. Но в общем случае их может быть гораздо больше, десятки и так далее. Правил довольно много. Здесь они перечислены шесть. Вы можете написать любое свое правило, которое вы хотите. По любому алгоритму, который вам нравится. Про round robin и random я не буду рассказывать, поскольку тут и так все в принципе понятно. То есть либо мы случайно выбираем, либо по кругу. Однако есть более интересные правила. Например, weighted rule. Обычно, когда говорят, что что-то с весами, мы представляем конфиг engine, например, в котором мы можем прописать, что такой-то хост имеет такой-то вес. Однако вес этот предопределен нами где-то на этапе конфигурирования. Здесь все не так. Дело в том, что здесь мы опять-таки используем статистику, и мы считаем времена ответов у каждого конкретного instance, усредняем эти времена ответов. И все это делается в бэкграунде, и мы тем самым пересчитываем веса instances в реал-тайме. И чем больше время ответа среднего этого instance, тем меньше его вес. Таким образом, мы пытаемся с большей вероятностью вызвать те instances, которые отвечают нам быстрее. На примере у нас есть два instances, один из них медленный, другой быстрый. И мы подаем на них, например, 5000 запросов в секунду, в какую-то единицу времени. Если мы возьмем round robin rule, то мы получим, соответственно, равномерное распределение по 2500 на каждый, и в среднее время 70 миллисекунд. Что не очень хорошо, наверное. По крайней мере, это в 7 раз хуже, чем можно было бы просто один instance, который быстрый вызывать. В случае правила с весами мы получаем динамическое перераспределение, и медленный instance будет вызываться значительно меньшее количество раз, чем быстрый. А среднее время ответа составит 27 миллисекунд, что в принципе довольно неплохо. Однако здесь есть такая засада, что если мы подадим, например, не 5000 реквестов в секунду, а скажем, 1000 реквестов в секунду, ну или будем делать менее продолжительное время, то у нас может быть так, что у этот rules работает так же, как round robin rule. И это возможно благодаря тому, и вы спросите, как такое вообще получается. Это возможно благодаря тому, что у нас есть опять-таки некоторый интервал времени, в момент который мы как раз рассчитываем эти веса. То есть в данном случае по умолчанию он составляет 30 секунд. Иначе, что когда вы стартуете ваше приложение, то первые 30 секунд он будет работать по round robin. Потому что веса по умолчанию ноль, по нолям. Ну а соответственно, если веса по нолям, то значит распределение будет равномерно. Можно уменьшить это время, например, до одной секунды, и в принципе ваше приложение стартанет, и практически сразу начнет работать более-менее правильно. В этом случае через секунду у нас будут уже правильные веса. Соответственно, стоять. Лишен на этого недостатка. Есть правило, которое называется best availability. Оно несколько похоже с тем, что использует у себя Google. Ну я расскажу, с чем разница есть. Смысл в том, что мы пытаемся выбрать тот instance, у которого в настоящий момент наименьшее количество активных соединений. То есть фактически мы говорим о том, что если наш instance успевает быстро разгребать соединения, то наверное он хороший, наверное он быстрый. Google считает чуть по-другому, он считает время, затраченное по цепу. Но сделать это просто гораздо сложнее, чем посчитать активные соединения. Поэтому чем меньше активных соединений, тем больше шансов на успех, тем больше вероятность того, что мы будем вызывать этот instance. И в нашем случае мы даже на тысячу реквестов, и вообще на любом количестве, у нас всегда будет более-менее правдоподобный и правильный результат. То есть он будет ближе к идеальному, чем в случае weighted rule. Последний, есть еще такой следующий правил, который называется availability filtering. И он говорит о том, что он очень похож как round robin, он фактически работает как round robin, за исключением некоторой пары моментов. Он исключает сразу instance, у которых максимальное количество активных соединений, то он пытается самые плохие вычеркнуть, и он не пытается вычеркнуть те instance, которые попали, у которых все равно как breaker open стоит. В принципе все. Но по умолчанию не используется ни один из перечисленных, по умолчанию используется zone avoidance. И работает он следующим образом. Он вообще сложный, использует композитный предикат. Композитный предикат состоит как минимум из двух предикатов. И работает следующим образом. Сначала применяется первый предикат, в данном случае zone predicate. И в случае, если после фильтрации у нас осталось необходимое количество instance, в данном выходе, в данном случае два, и два у нас влазит в наши лимиты, то есть это больше, чем один и больше, чем в принципе ноль, то здесь применяется в принципе хорошо, то мы берем результаты этого предиката. Но в случае, если, например, он нам ничего не вернул, то есть представьте себе, у нас были instance, которые мы считали живы, но наш предикат почему-то вернул, что у нас больше никого нет, согласно его логике. В этом случае мы берем и свитчимся на следующий предикат. И, как правило, цепочка предикатов построена таким образом, что в конце используется предикат, который называется all. То есть если все предикаты отработали так, что они не выдали ни одного кандидата, то вызовется в конечном итоге предикат, который отдаст все instances. Значит, zone predicate работает следующим образом. Работает он так, что тоже собирает различную статистику, но он собирает статистику не по конкретному instance, а собирает статистику по всей зоне сразу. И поэтому он берет и вычеркивает все instances из самой плохой зоны с его точки зрения. То есть он взял, проверил там сколько-то зон и понял, что вот эта зона, она плохая. В ней максимальная нагрузка на сервер, в ней максимальное количество instances, в которых Circuit Breaker open, и он все instances из этой зоны вычеркивает, из рассмотрения. Да, вот в этом случае карерский Circuit Breaker проверяется. Поэтому правила, все сами по себе, они еще больше должны увеличивать наш шанс на успех. И, как ни странно, но по умолчанию хитрые правила не используются. Здесь вы можете спросить, а был же классный, был best availability. Давайте возьмем best availability в качестве дефолтного рула. То есть зачем брать какой-то там странный рул, который там что-то зонами работает и так далее, и в конце концов все равно превращается в round roving по большому счету. Ответ на этот вопрос заключается в следующем, что сам по себе best availability, если его взять, то он хорошо работает тогда, когда с вашей системой в принципе все более-менее хорошо. Но он начинает работать не совсем предсказуемо, когда с вашей системой становится все более-менее плохо. Там получается такая история, что запросы начинают ходить волнами. То есть вы чуть-чуть неправильно что-то настроили, и запросы начинают ходить из одного дата-центра, гулять в другой дата-центр и так далее. И эту волну надо каким-то потом образом остановить. Поэтому в принципе на свой страх и риск его можно поиспользовать, но с осторожностью. И понимать, что никаких чудес не бывает. С этим всем мы разобрались. И у нас остался последний вопрос, который касается в области того, с чего можно было бы начать. С того, как, собственно говоря, наши инстансы и сервисы вообще попадают в некоторый наш реестр. Как они регистрируются и разрегистрируются из него. И здесь есть два шаблона регистрации. Первый называется third party, то есть с третьими средствами. И второй – self-registration. То есть тогда, когда application регистрирует сам себя. А в случае third party registration pattern, в данном случае мы рассмотрим Docker Engine, поскольку, скорее всего, вы запускаете все эти сервисы в контейнерах. Для контейнеров сейчас стандартом де-факто является Docker, хотя есть некоторые альтернативные решения, но используются они гораздо меньше. И наш сервис, он, когда запускается, он всегда регистрируется в Docker Engine в нашем. И Docker Engine может сделать некоторые мид-эвента, о том, что что-то с нашим инстансом случилось. И мы эти ивенты слушаем с помощью отдельного компонента, который называется регистратор. И который эти ивенты фактически приводит в нативные ивенты реестра сервисов. Соответственно, можно взять различную конфигурацию и для каждого из реестра сервисов просто поменять конфигурацию, и после этого он будет уходить в нужные нам реестра сервисы информации. Но если вы используете PaaS, какой-нибудь Mezos или Kubernetes, то в данном случае нам вообще в принципе не нужна отдельная регистрация, поскольку мы и так деплоим манифест. То есть нам вообще не нужны какие-то третьи компоненты. Потому что после деплоима манифеста наш PaaS, он сам все заранает. Он будет знать, где что заранено, на каких хастах, с какими IP-адресами. И в принципе у нас получается вообще нативная регистрация. Ну и разрегистрация тоже. Когда мы там делаем какие-то rolling апдейты, или убиваем, скажем, какой-то сервис и выводим его из эксплуатации. Значит, с self-registration сегодня немножко сложнее, поскольку реализация, она как правило зависит от выбранного реестра сервисов. И она в принципе не нужна для PaaS решений. Ну в общем случае она выглядит достаточно просто. Есть обычный lifecycle процессор, который ходит к специализированному, так скажем, реализации автосервис регистрация бина, который его регистрирует в реестре сервисов. И разрегистрация происходит точно так же. Ну и плюс при refresh scope, если такой ивент приходит, мы тоже делаем такие вещи. Пару слов здесь надо сказать про контейнеры, про докеры и тому подобные вещи. Важно вам в следующем, что как правило сеть докера конфигурируется таким образом, что есть некоторый внутренний IP-адрес, есть некоторый внешний IP-адрес у этой сети. И здесь возникает хороший вопрос, значит, какой IP в итоге будет выбран, то есть для регистрации этого инстанса в реестре сервисов. По умолчанию Spring Cloud фильтрует всегда loopback интерфейс. То есть на localhost никогда не придет. Но что может прийти? А может прийти все остальное. И более того, это все остальное определяется методом получения сетевого интерфейса, у которого наименьший индекс с точки зрения операционной системы. И это значит, что когда мы переконфигурируем нашу сеть, добавляем, убираем интерфейсы, при следующей регистрации нашего инстанса может оказаться, что он получит совсем не тот IP-адрес. И этот IP-адрес не будет доступен внешним, тем, кто вызывает этот наш сервис. Значит, в случае, если используется внешняя регистрация, то, как правило, можно вообще отключить lifecycle. Ну, то есть вот в свое время я запиливал флаг, который отключает lifecycle для консула, поскольку иначе оно все работало не очень хорошо. Значит, а потом были добавлены ignored interfaces. То есть есть такое property, который позволяет вычеркнуть все интерфейсы, которые нам не нужны. Всякие виртуал-боксы там и так далее. Но здесь возникает вопрос, вообще, почему изначально было сделано от обратного. Ну, то есть фактически мне нужно перечислить все возможные интерфейсы, которые я не хочу видеть. Поэтому в какой-то момент сделали просто опцию, которая называется preferred interfaces, и которая позволяет указать предпочитаемый интерфейс. Работает это так. То есть мы сначала смотрим preferred interfaces. Если он есть, мы берем его. Если его нет, то мы идем, удаляем все ignored interfaces. И из того, что осталось, мы выбираем. По меньшему индексу. То есть все равно есть некоторая вероятность того, что в итоге будет зарегистрировано не так, как надо. Более того, так как внутри докер-контейнера hostname назначается там, если это там bridge network, то он назначается тоже не hostname сервера, на котором этот инстанс работает, то желательно использовать опцию, где она есть, называется prefer IP address. Она позволит избежать таких вещей, когда будут регистрироваться инстансы с hostname, там вида 8, A, B, C, D и так далее. Поэтому шаблоны регистрации, то есть если можно выбрать внешнюю регистрацию и использовать, отлично. Еще лучше, если она идет из коробки. Саморегистрация имеет некоторые подводные камни, с которыми можно столкнуться, но тоже является вариантом. В случае с Evrica, например, вариантов особых на самом деле, насколько я знаю, по крайней мере не остается. Вкратце выводы о том, что мы сегодня рассмотрели. Во-первых, облака, контейнеры, динамическая привязка ресурсов и так далее приводят нас к тому, что нам нужно начать как-то обнаруживать наши сервисы. Но при этом основная цель на самом деле не в том, чтобы узнать, что у нас есть. Это не цель. А цель в том, чтобы наша система работала стабильно. И для этого нам нужен какой-то load balancing. В Spring Cloud много готовых решений, но их использование будет отличаться в зависимости от того, что вы выбрали. От выбранного реестра сервисов и так далее. От нас многие вещи прячут внутри недрах конфигурации, конфигов и так далее. Действительно, многие вещи включаются просто одной аннотацией. Но чаще всего там есть огромные километровые конфиги, которые нужно тоже каким-то образом в них покопаться, их использовать. И нужно изучать базовые решения, которые лежат в основе всего этого дела, такие как Netflix Ribbon или Zool, будто Zool или Эврика и так далее. Тогда вы будете понимать, как это все на самом деле работает и сможете это более эффективно использовать, а не полагаться на то, что за вас кто-то все уже порешает. Ну и при возможности, да, выбирайте внешнюю регистрацию, а еще лучше используйте ПАС решения и не используйте сервис-режиссер вообще. Вот, есть здесь ссылочки на Spring Cloud. Это оригинальная сервис-режиссер на Netflix и Console. Внизу есть коннектор к ПАСам. Есть моя собственная библиотека для коннектора к марафону. Есть библиотека, которая коннектит к кубернетесу. Все это дело интегрирует. Почитать можно у меня в блоге дополнительную информацию. Там две части доступны. Следующие тоже можно будет посмотреть. И дальше должна была быть секция вопросов и ответов. Но перед этим у меня еще есть время, как ни странно, и есть время на демо. Значит, демо следующее. Как раз таки рассмотрим его. У нас есть марафон. Это вот в принципе ПАС, да, решение. Мы в него задеплоили некоторый манифест. И у нас есть некоторый аппликейшн, который называется Test Marathon App. Соответственно, в нем у нас есть два инстанса, которые развернуты один, развернут в, имеет хостный mesoslave.dc2, типа второй дата-центр. И есть инстанс, который развернут на mesoslave в первом дата-центре, dc1. Помимо этого у нас есть приложение, которое… Сейчас, к сожалению, презентейшн мод бы перейти. Так, вот, все отлично. Да. Так хорошо, да, видно всем? Прекрасненько. Значит, у нас есть аппликейшн, в котором у нас есть, соответственно, некоторые методы. То есть там типа choose, instances, или feign, который вызывает. И feign-клиент, он как раз таки законфигурирован на то, чтобы вызвать другой такой же Test Marathon App, который вот у нас был там. В случае, когда мы вызываем этот метод, есть пасс, который называется me. И по этому пассу мы отдаем, соответственно, идентификатор нашего сервиса, да, говорим, какой он, и отдаем также хостнейм. Ну, сейчас за ним посмотрим, какой хостнейм у нас внутри контейнеров. Java получает и думает, по крайней мере, об этом. Есть, значит, простой у нас watching. Мы берем наш feign-клиент, запускаем его, и вот видим, что у нас начинается меняться, да, хостнейм. Вот такие красивые хостнеймы внутри контейнеров у нас. Их два, соответственно, они меняются друг с другом. Мы можем попробовать заскейлить наше приложение. У нас было два инцентса. Давайте попробуем сделать, например, пять. Соответственно, сейчас все это дело, как видно, у нас начинают они стартовать все. Мы можем сюда прийти и посмотреть, что здесь сейчас периодически должно быть больше. Ну, видите, то есть кто-то не успел, соответственно, еще подняться, но мы его пытаемся вызвать, соответственно, и вызовы не проходят. Потихоньку таких инстенсов должно будет стать больше. В этом всем при этом мы можем посмотреть, например, какие инстенсы у нас вообще сейчас зарегистрированы. То есть есть инстенсы. И видно то, что у нас вот все там пять штук, которые мы подняли. То есть вся информация о том, что у нас хранится в нашем пассе, она нам доступна внутри нашего аппликейшн. Давайте еще раз посмотрим, собственно, графейн. То есть тут должно чуть побольше быть теперь адресов. Видимо, кто-то не смог подняться по каким-то причинам. Ну, ладно. Какая-то балансировка, по крайней мере, между теми, кто жив, у нас проходит в настоящий момент. Это, в принципе, неплохо. Дальше есть такая штука, что вот наше приложение сейчас выбирает инстенсы. Давайте мы доскейлим заново. Снова это делаем дискейл до двух инстенсов. Нам это нужно будет для следующего примера. Сейчас мы подождем, что у нас останется их только два. Да, один в одном дата-центре, другой в другом. И помните, мы разговаривали про зоны. У нас есть, соответственно, возможность задать некоторую зону. То есть мы берем в аппликейшн, так, здесь, bootstrap.yaml. Мы можем указать, что наш аппликейшн, который у нас здесь равняется, это на самом деле зона DC1. После этого мы можем рестартнуть наше приложение. Оно перерастартанет у нас. И вот здесь мы, соответственно, сейчас оно будет рестартовывать. И я сейчас скажу, что здесь будет. Ну да, тут connection пропал, поскольку нам нужно перестартовать. Сейчас оно будет брать только те инстенсы, которые находятся в нашей зоне, то есть в зоне DC1. То есть он будет игнорировать все инстенсы, которые в зоне DC2, поскольку инстенс в зоне DC1 есть, он жив. И зону preferences filter, который мы рассматривали, он отсеет инстенсы из других дата-центров. Видно, что теперь у нас всегда только один и тот же ответ. Если мы посмотрим список инстенсов сейчас, то мы увидим, что список инстенсов у нас реально состоит из двух. То есть нам приходят два инстенса. Но при этом балансировка у нас происходит только по одному из них. Вот. Работает это следующим образом, что мы можем указать дополнительно в application.yaml для нашего сервиса, соответственно, zone pattern, который, соответственно, возьмет нас в mesos host, который host name для нашего инстенса, и он, соответственно, возьмет только DC1. И это будет наша зона для данного конкретного инстенса. Соответственно, потом мы ее указываем в конфиге и можем ее использовать. Вот. Как таким образом. Теперь, наверное, пять минут и ваши вопросы. Один один. Руку поднимайте. Кто хочет задать вопрос? На самом деле довольно полезный доклад. Спасибо. И не совсем понятно по разограничению ответственности, кто конкретно занимается, какой фреймворк или какой кусок кода нашего занимается этим вот умным выбором. Конкретно в вашем примере. А, в моем примере используется… Сейчас давай покажу. Окей. Без проблем. Так, да, марафон какой-то там фильтр. Вот. Марафон service health check filter. И если посмотреть его, то он фактически фильтрует все сервисы из health check, которые приходят из марафона. Да, из марафона. То есть он убирает инстенса, которые не живы. А после этого он сваливается в zone preference filter. То есть он сначала фильтрует те совсем, которые совсем не живы, а потом отправляет его вот в этот фильтр, который здесь написано. А zone preference чей? А zone preference services filter – это фильтр от товарищей из Netflix. Риба. Уже. Вот. Соответственно, тут много фильтров. То есть если посмотреть, можно спуститься, что есть zone affinity, да, фильтр, о котором мы говорили. Внутри его есть abstract server list filter. Внутри него есть интерфейс, который называется server list filter. И вы фактически можете написать абсолютно свой любой лист фильтр и, соответственно, потом его заинжектить. То есть если посмотреть то же самое, давайте вот марафон сервис фильтр. Если мы посмотрим его usage, например, да, то мы увидим, что это просто бин, который у нас создается, да, соответственно, и используется. В принципе все. То есть вы можете написать свой собственный бин, определить его, и он будет работать. И рибан тоже тащит из какой-нибудь там Эврики все эти данные, верно? Да, ну для Эврики там свой набор фильтров. Вот и все. Ну да, можно использовать. Спасибо. Раз, раз. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Какие есть паттерны дирегистрации сервисов? Ну, например, когда мы хотим осознанно убрать какой-то дата-центр или что-то, чтобы вся вот эта система перестала рассматривать сервисы в этом дата-сервисе вообще. Спасибо. Ну, окей, смотри, например, в случае марафона есть возможность лейблы сделать. То есть вот здесь configuration у этого сервиса. Так, по-моему, здесь вот edit. И есть здесь такая штука, как лейбл. То есть здесь нет ни одного лейбла в нашем конкретном сейчас случае. Вот, а их нету. Но ты можешь добавить любые лейблы. И, например, сказать, тут указать либо версию, либо там даже дата-центр, либо еще как-то. И потом по этим лейблам ты можешь фильтровать. То есть ты можешь указать у себя внутри приложения, что я хочу, например, только те инстенсы, у которых там environment, development. Потому что я вызываю их из development environment. Или я хочу все инстенсы, у которых у меня production environment. Я буду их получать. Если ты хочешь дата-центр, то они реализованы везде по-разному. То есть везде есть в этих решениях. Так или иначе есть настройки, которые позволяют настроить твой application. Он в какой в настоящий момент дата-центр находится, в какой зоне ты прописываешь это. Есть некоторый механизм, с помощью которого, там разная реализация в зависимости от реестра сервисов, который понимает, в каком дата-центре или в какой зоне являются вот эти кандидаты. То есть в Netflix every это сделано там одним образом. Там нативно это сделано, потому что там зона нативно используется. В там марафоне это сделано вот как раз таки с помощью regex, которые просто ты можешь сам свой regex задать и выдирать тот как бы шаблон зоны, который тебе нужен. То есть так, как она у тебя представлена. В случае с консулом там прям есть, там в принципе он задизайнен так, что в нем по умолчанию есть дата-центр, прям такая сущность дата-центр. И там завязано именно на это. То есть в зависимости от реестра сервисов разная имплементация. То есть он умеет забывать про дата-центры и про кандидатов, которые мы не хотим, чтобы он больше рассматривал. Умеет или нет? Да, то есть смотри, если ты используешь фильтр, то есть например ты можешь писать такой фильтр, например тот же самый зону preference фильтр, он пытается всегда взять кандидатов из твоей локальной зоны, которую ты указал. Ты можешь писать любую другую логику в этом случае. Еще? Спасибо за доклад. Я надеюсь, я здесь не один, который не понял половину терминологии, довольно специфической контексту. Вот по крайней мере для меня. Можно, пожалуйста, просто по названиям пройтись? Что такое марафон? Почему внутри него я вижу надписи Mezos? Где здесь докер? И вот только что бегали айдишники по какому-то вызову, что это происходило. И завершу я к этому всему простым примером. У меня есть мое Java приложение с моим там, не знаю, Jersey клиентом. Я хочу стучаться в чужой сервис через вот эти все штуки. И где мне получить вот просто string connection, который я должен скормить Jersey клиенту, чтобы полезть через эти все штуки в мой другой сервис. Вопрос в целом ясен? Вот как-то по полочкам. Я предлагаю его вынести. По слоям. В коридор. Спасибо. Вопрос ясен. Я его предлагаю продолжить вне нашего времени. У кого-то есть вопросы, которые не коридорные? Спасибо. Хотел спросить такой момент. Не совсем было понятно. Circuit Breaker вы реализовывали где? Или он вам… Вы использовали какой-то внешний фреймворк? Он встроен. То есть, соответственно, когда ты делаешь балансировку с риббоном, если ты подключаешь фейн, если ты подключаешь к этому всему делу хистрикс, то у тебя автоматически работает Circuit Breaker. Ну понятно. То есть подключенный хистрикс. Спасибо. Да, именно так. Все. Всем спасибо. На все вопросы отвечу после. Спасибо. Спасибо.